Носоль. Чистый низ, здоровый низ. Но это будет уже совсем другая экспедиция. Настоящий эксклюзив, или абсолютно другой Пакистан, о котором не принято говорить, в котором мало кто бывал или снимал, и который вы сможете увидеть только в мире наизнанку. Здесь смерть. Я вижу сотни тысяч смертей. Мы испытаем на себе по-настоящему адские профессии и условия. Если у меня сорвется нога, это смерть неминуемая. Я в шоке от такой работенки. Попадем на уникальные земли. Смертельно опасное существо. Где традиции шокируют. Вот у него свадьба, он сидит растерянный. Я теперь понимаю, почему. Он невесту еще не видел ни разу. А семейная жизнь кардинально отличается от привычной нам с вами. Вы жена какая? Первая, вторая или третья? Сейчас у меня 53 ребенка. Где кулинарные пристрастия просто поражают. Праздничное блюдо готовят варан. Это лучшее мясо для мужской силы. Страна, где несмотря на суровую реальность, есть место для огромной искренней любви. И где всегда находится повод для радости и улыбок. Совсем другой мир. Экспедиция начинается. Вы меня, пакистанцы, удивляете. Каждое путешествие начинается с дороги. Дороги, которая непременно изменит вашу жизнь. Говорят, что в каждой из них есть не только необыкновенная атмосфера, но даже душа. Но что я точно могу сказать. Эти дороги одни из самых красивых в мире. И вот почему, друзья, это не дороги, а настоящая галерея. Посмотрите на этот автобус. Посмотрите на украшения, на резьбу, на декорацию. И такие автобусы здесь практически все. И люди, кстати, очень доброжелательные. Необычная пакистанская традиция тюнинговой транспорта известна на весь мир. Сегодня мы узнаем, как, а главное, зачем это делают. Считается, что чем красивее автобус или грузовик, тем безопаснее на нем передвигаться. Потому что его защищают высшие силы. Быть защищенным хочет каждый. Поэтому тут украшают абсолютно все, что имеет колеса. Автобусы, пикапы, тракторы, мобильные станки для выжимки тростникового сока. Туктулки и, конечно же, грузовики. Чтобы рассмотреть транспорт поближе и узнать, как на самом деле работает поверье, чем красивее, тем безопаснее, я проедусь на этом супер колоритном городском транспорте. В принципе, как и у нас, можно остановить маршрутку. Вот, друзья, закадровые моменты. Я ловлю автобус, а рядышком стоят два наших бойца. Автоматчики. Это обязательное условие. У нас официальный визит в Пакистан. Вот такие условия для журналистов. Вот, друзья, вот наш автобус. Стой, 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 стой. Класс, посмотрите какой. Вот это действительно шедевр. Вау. Заходим, Сань. Класс. Оп-оп-оп-оп-оп. Ассалам алейкум. Сколько стоит проезд? 40 рупий. Держите. Деньги кондуктору. Не ведите, какие правила. Здесь кондуктору платить надо. Два билета. Цены на проезд в автобусе чуть меньше, чем у нас. Но эмоций в пакистанском автобусе вы получите куда больше. Друзья, у меня первое ощущение просто какой-то шок. Посмотрите, какой потолок светодиодный, с декором. Здесь рыбки, здесь птички, сердечки. Смотрите, все это вручную сделано, вырезано из пленки. Посмотрите, какие подвесы. Кань, вообще фантастика просто. Очень красиво, невероятно. Вот. А только тут? В джазе только девушки. В пакистанском транспорте есть свои правила. И, похоже, мы их случайно нарушили. Извините, к вам можно обратиться? Да. Вижу только девушки в этой части автобуса, почему? По правилам, женщины едут отдельно от мужчин. А-а-а, это женская часть автобуса, друзья, представляете? Меня, как иностранного журналиста, ругать не стали. Девушки сами объяснили мне все тонкости использования автобуса. Вот это разделение мужской и женской зоны. В пакистанских автобусах все по мусульманским традициям консервативно. Женщины заходят только через переднюю дверь и едут только в передней части автобуса. Мужчины попадают в салон только через заднюю дверь и едут строго в своей зоне. В каждой части автобуса бывает свой кондуктор. Такое разделение предотвращает случайные контакты и вынужденную близость в набитом салоне. Если у вас есть выбор, здесь такой автобус с бахомой и красотой или в обычный, вы как поедете? Конечно, выберем красивый автобус. Вот проедешься в такой красоте и настроение хорошее на весь день. Чем больше украшений, тем больше водитель любит свой автобус. И мы больше ему доверяем. Стоит отметить, что местные водители любят не только свой транспорт, но и скорость. Стиль езды тут спортивный, с элементами экстрима. Вы шумахер, вы гоняете так, что страшно. Сейчас время такое, работы мало. Нужно собрать побольше пассажиров, сделать больше рейсов. Поэтому приходится давить на газ. А можете рассказать, это вы сами декорировали или какая-то фирма? За рулем не могу говорить. Доедь до конечной остановки и там пообщаемся. Правильно, кстати, хороший ответ. За рулем не общается. Человек говорит, потому что везу людей, известность пробки не до этого. Тебе нужно перейти в мужскую зону. Тут не положено сидеть мужчинам. В мужскую зону, все, спасибо большое. А вот через такую дырочку пробираемся в мужскую зону. Здесь тоже невероятно красиво. Просто нет ни одного свободного места в автобусе, где была бы просто стена. Все это картина какая-то. Смотрите, даже сиденья такие покрыты кожзамом и закрыты полиэтиленом, чтобы не портилось. Вот зашли новые пассажиры. Прям на ходу заскакивают. И это нормально. Вот сейчас мужчина тоже, видите, хочет выйти, сейчас будет стучать. Видите, выпрыгивают фактически на ходу. И можно также дать команду ехать. Я вот сейчас. И поехал он. Дело в том, что очень четко регламентировано расписание. И не должно быть задержек. Иначе штрафуют водителей. Ассаляму алейкум. Как вы думаете, почему люди тратят большие деньги и декорируют так автобусы? Ведь можно просто на обычном автобусе ездить. Нигде в мире так не делают. Только в Пакистане. Водители любят, чтобы красиво было. И украшенные автобусы – это больше клиентов. А значит, больше заработок. Причем, чтобы такой автобус был не только хорошо видно, но и отлично слышно, в ход пошли даже колокольчики, которые свисают по периметру транспорта, звенят, и таким образом автобус еще больше привлекает внимание. Вы куда едете, если не секрет? Еду на рынок. Когда вы были маленьким мальчиком, такие автобусы в Карачи ездили? Какой же он громкий? Нет, таких не было. Они появились в 80-х годах. А с чего это началось? Ну, когда водители начали зарабатывать больше денег, так начали украшать свои автобусы. Это восторг какой-то. У нас такого нет. Я рад, что вам нравится. В таких автобусах можно даже ощутить преимущество пробок. Транспорт едет так медленно, что его можно догнать на ходу. Иногда это может быть на руку. А вот, друзья, на наших глазах произошел невероятный случай. Вы помните, парни, мы только что общались, он вышел на свои остановки, и он так с нами заболтался, что он забыл свой пакет. И вот догнал автобус, и ему вернули вещи. Что здесь? Здесь что-то ценное? Это подарок для моей мамы. Вот так. Ну, ты не сомневался? Знал, что не украдет никто? Да я не сомневался. Поздравляю. Можно вопросик? Если кто-то забывает вещи, вы всегда возвращаете, да? Обязательно. Все возвращаем. Или оставляем в депо администратору? Вот, видите, есть бюро находок. А у нас стереотипы, что здесь обязательно украдут. Стоит только что потерять. Вот, я даже телефон боялся в карман положить. А где мой телефон, кстати? Где мой телефон? У тебя телефон? А где телефон? А, а, а. Фу, а может держит мой телефон. Спасибо. Вот, кстати, тоже показатель. Попросили мужика подержать телефон. Потому что разболтали с ним. Давайте понаблюдаем, как работает кондуктор. И вы поймете нрав этой страны, ее темперамент. Заходим, заходим. Едем в центр через пляж. Автобус отправляется через минуту. Быстро-быстро заходим. Что вы выкрикиваете пассажирам? Название конечной остановки. Кемари-Кемари. Кемари-Кемари! 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 Можно я поработаю вместо вас чуть-чуть пару остановок? Да, только кричать надо громко. Смотри, не сорвить голос. Кемари-Кемари-Кемари! Название остановки. Вот так вот выкрикивает кондуктор беспрерывно. Беспрерывно. Кемари, кемари, кемари! Кемари, 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 кемари! Заходим. Видите, вот так вот выскакивает, выходит причем. Пробегает. Кемари, 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 кемари! Дедуля, дедуля, давай, давай, давай! Ой, его Cargolz можно сорвать реально быстро. Поехали! Вот, собственно, так выглядит обычный день кондуктора в общественном транспорте в Карачи. Помимо красоты, этот автобус можно смело назвать и комфортным. И хоть кондиционера здесь нет, зато есть пахистанский аналог. Тем, кому жарко ехать в салоне, предлагают места на крыше автобуса. Вот, друзья, VIP-салон на крыше. Тут реально самые-самые хозырные места. Вон мужик спит на крыше. Привет! Ассалам алейкум! Вы почему на крыше выбрались, а не в салон? Во-первых, тут свежо, и никто ничего из кармана не вытащит. А вы куда едете? Возвращаюсь уже домой, а ездил за наркотиками. Вот так вот человек открыто говорит, а я поехал там наркотики купить. Какие наркотики вы приехали купить? Порошок. Вот он у меня тут. Ну, я правильно понимаю, это кокаин, да? Ой, я даже не знаю, что за наркотик. Порошок. Можно курить, а можно нюхать. Кому что нравится. А что еще можно купить на черном рынке? Раз вы уже такой откровенный мужчина. Все что угодно. Героин, гашиш. Короче, это город, в котором можно все, как говорят. Совсем не случайно его называют одним из самых опасных в стране и даже в мире. Поэтому мы с вами видим подтверждение. Ого! Остановка! Сколько народу забирается. За считанные минуты на крышу автобуса налетело сразу несколько компаний молодежи. На автобусной террасе стало не так просторно, но куда веселее. Привет! Привет всем зрителям программы «Мир на изнанку». Осторожно не упади, осторожно сядь. Друзья, на самом деле случаи бывают. Люди падают с крыши. И вот теперь такая большая компания несется. Увидели иностранцев. Все снимают, конечно, сразу. Современные люди с крутыми смартфонами. И едут на крыше. Ребят, а вот вопрос такой. Почему на крышу? Есть же место в салоне. В салоне так красиво. А здесь не так удобно. Тут вид на город. И не так жарко. Да и просто потусить прикольно. Хотели вообще одну остановку проехаться. Но вот встретили вас. Решили с вами ехать. Тут весело. Прикольные вы. Покататься с иностранцем прикольно. Мне покататься с вами прикольно. Да, ребята, контрастный у вас, конечно, город. Тут лимузин стоит роскошный. Мы едем на крыше. Внизу тук-туки. У вас тут и миллионеры, и трущобы. Все смешалось. Да, добро пожаловать в Пакистан. Тут есть все. Слушайте, а не боитесь упасть? Они же водят так вот. А когда он тормозит, газует, можно же улететь. Ну, надо держаться. Но вообще тут постоянно пробки. Особо не разгонишься. Ну что, я переберусь в другую часть автобуса. Ребята, держите меня. Тут нужно быть внимательным, потому что, видите, совсем близко провода. Вы наблюдаете за проводами, чтобы ничего нам в голову не снесло? Да, а вот за этим нужно следить. Бывает такое, что кондуктору приходится лезть на крышу и поднимать провода, чтобы автобус смог проехать. Бывают и несчастные случаи. Люди выпадают с крыши. В основном падают дети и неопытные люди. Но ты тоже будь осторожен. Нам пора выходить. Пока, мужики, пока. Пока. Вот, видите, мужики вышли в центре, и все, я остался на крыше один. Друзья, очень здорово ехать по карачи на крыше, очень атмосферно. Ну, а если атмосферы не хватает, можно добавить музыки. У меня с собой есть вот такие наушники. Они очень легкие и практически не ощущаются. Вот так вот ехать по карачи, подобрав подходящую музыку, это настоящий кайф. Подъезжаем в депо, выходим. И также на ходу пассажиры и спускаются обратно. Это, конечно, экстримчик. Стоп, стоп, стоп! Стоп! Пакистанское автобусное депо – это самая настоящая галерея под открытым небом. Такие высокохудожественные, очень колоритные автобусы стали настоящей визиткой Пакистана. А для водителей – с самой большой гордостью. Мне очень нравится ездить на таком автобусе. Я его называю «моя невеста», ведь он такой же красивый и нарядный. И люди по-другому относятся. Все с настроением, улыбаются. Даже когда очень устаешь под конец дня, такая красота как-то заряжает. Устали сегодня? Да, очень жарко, хочется пить. После смены хочется выпить водички. А потом у каждого водителя пересменка. То есть есть время действительно отдохнуть, протереть автобус непременно. Вот очень многие, если мы посмотрим вокруг сейчас, смотрите, полируют, натирают. Наш герой не исключение. Скажите, а вот почему после каждого рейса ваши коллеги полируют автобусы? Честно говоря, в других странах я такого не видел. Водитель проехал по маршруту, утром сел за руль, вечером вернул автобус на базу. И все. Он не думает о том, чистый, грязный. Его дело крутить в рангу. Мы работаем на автобусе, и он нам приносит деньги. Поэтому он должен быть не только красивый, но и чистый. От этого тоже зависит наш заработок. Посмотрите, где вы видели такую водительскую дверь. Это вручную все чеканится, да? Да-да, все ручная работа. Кто придумывает этот стиль? Узоры придумывает художник, а мастера оформляют их, как он видит. Но тут соединение разных техник декора. И все вручную. Реально. Наклейки, бумага разных цветов, которые вручную порезаны. И вот с ее помощью такие картины рисуются. И вообще на автобусе, в принципе, не остается ни одного сантиметра свободного. Я вижу, вот вы даже колеса украшаете цветными, светоотражающими элементами. Это для того, чтобы когда он ночью едет, красиво сверкало? Конечно. Ночью наш автобус еще красивее. Весь светится. Его пассажиры видят издалека. А вот это все то, что звенит. Поэтому автобусы называют звенящими. Красота. Вы любите свой автобус? Конечно. Мой автобус, моя любовь. Больше автобуса или жену? Ха-ха-ха. Жену я, конечно, люблю, но автобус люблю больше. Он меня кормит, приносит деньги. Жизнь готов отдать за этот автобус. Вы не боитесь это в камеру говорить? Жена же вдруг увидит. Не боюсь, потому что этот автобус и жену кормят мою. Так что у нее нет выбора. Ха-ха-ха. А вокруг собрались. Вы тоже коллеги-водители, да? Смеетесь? Да. Мы все водители. У каждого свой автобус. Ваш коллега сказал, что автобус ему дороже, чем жена. А вам? Да, мы тоже так думаем. Жена это хорошо, но деньги, как автобус, она не приносит, а только тратит. Ладно, мужики, удачи. Нико, давайте осмотрим переднюю часть. Это вообще просто песня, просто фантастика. Посмотрите, какая красота. Скажите, это реальный Мерс? Нет, это наклейка для статуса. А так это Мазда. Понятно. Мазду назвали Мерседесом. Вот, друзья, колокольчики. Представляете, какой звук стоит в караче. Сколько денег было потрачено на этот тюнинг? Где-то 800 тысяч рупий. Друзья, 5 тысяч долларов на тюнинг автобуса. Вы свои деньги вложили личные? Нет, это хозяин вкладывал. Вот такая система, хозяин вкладывает. А сколько стоит сам автобус? Какого он года? Ну, он 1992 года. И если сейчас его продать с таким тюнингом, то цена будет 2 миллиона рупий. А если без тюнинга, то 1 миллион рупий. Половина стоимости автобуса – это его тюнинг, грубо говоря. Фантастика. А зачем хозяину вкладывать такие деньги? Объясните мне. Ну, это его личный интерес и желание. Чтобы выделяться и быть не как все. Кстати, не только сами пакистанские автобусы отличаются от наших, но и система курсирования транспорта. В депо есть специальные сотрудники, которые перегоняют автобусы, выстраивая их в очередь перед выездом на маршрут, пока водители отдыхают. Все потому, что график, ну, как-то не по-пакистански четкий, а интервал между автобусами очень маленький. Через сколько вы выезжаете? 2-3 минуты. Регламент жесткий. Что за опоздание происходит? Штрафуют. Вы на зарплате находитесь? У меня ставка плюс процент. В день в среднем 1000-1500 рупий. До 10 долларов в день, до 300 баксов в месяц. Это хорошая зарплата для Пакистана. Еще долго? Вы меня выгоняете, я уже понял по намеку. Я тебе советую поехать в мастерскую, где делают такие автобусы. Там все расскажут. А мне уже нужно ехать. И так заговорил ты меня. Все, понял, побежал, спасибо. Все свистят, стучат. Видите, все, пора уходить. Ох, это ж надо с ума сойти. У них регламент очень жесткий. Если опоздание штрафуют, вот, он поехал на маршрут. А мы отправляемся посмотреть, как происходит тюнинг по-пакистански. И забегая наперед, скажу, у меня появилась очень необычная идея. Друзья, мы прибыли в то место, где рождается вся эта дорожная красота. По некоторым данным, в Карачи работает порядка 50 тысяч мастеров, которые занимаются декорацией автотранспорта. Центрами пакистанского тюнинга считаются города Карачи, Лахор и Пешава. Именно тут декораторская авторемессора свела особенно. И без изменений сохранилась в 21 веке. Карачи расположен на попережье Аравийского моря. Это город-порт и главные морские и грузовые ворота в страну. Город, где официально живет порядка 20 миллионов человек, а по неофициальным данным и вовсе 40 миллионов. Обслуживается огромным количеством автобусных маршрутов. Именно отсюда тысячи грузовиков по всей стране разводят товары, прибывшие в порт. И над каждой конкретной машиной, грузовиком или автобусом трудится больше 10 человек. На создание одного шедевра может уходить от недели до нескольких месяцев. Вот тут ребята зачищают. Асалям алейкум. Здесь же вроде тоже красиво было. Зачем меняете? Нет, это уже не красиво. Будет еще лучше. Вот здесь можно увидеть, в принципе, красивый декор. Но все, устарел. Потому что считается немодным, если твой декор старый. Обязательно нужно обновлять машину все время. Даже вот какой-то водовоз. И то, смотрите, как его разукрасили. Видно, свежая краска совсем. Мы в художественной галерее. Вот, друзья, самая крутая мастерская. Здравствуйте. Асалям алейкум. Алейкум 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 алейкум. Добро пожаловать. Меня зовут Дмитрий. Я из Украины. Вас как зовут? Нусрат Игбал. Вы тот самый легендарный мастер. Вы пришли по адресу. Нусрат Игбал – самый известный мастер традиционного тюнинга. Причем не только в Пакистане, но и во всем мире. Своими руками этот пакистанец делает улицы городов настоящими шедеврами. Его искусство ценят во всем мире. Австралия заказала у Нусрата тюнинг трамвая для Мельбурна. Брестанцы решили украсить 11 автобусов для Лондона. А в Америке и Дубае можно встретить тук-туки, сделанные руками этого мастера. Если вы были в аэропорту в Исламабаде, то там, где выезжает багаж, это тоже декорировал я. Первое, что я увидел, когда приехал. Познакомьтесь со своей командой. Давай. Добрый день, Дима. Добрый день. Я Владимир. Рали. Сабдар Али. Сабдар Али. Вот хочется посмотреть, какой фронт работ делает каждый из вас. Вот этот тонко-листовой такой металл. Как вы это делаете? Да вручную. Гвоздиком и молоточком выбивают узоры. Потом обклеивают разноцветными пленками эти узоры. Каждый узорчик, каждая полосочка, это все руками человека. А сколько же вы зарабатываете в месяц? В день 800 рупий. Плюс еда от хозяина. Вы так уверенно это делаете, без чертежей? Сколько лет вы занимаетесь этой работой? 25 лет. У вас тоже зарплата 800 рупий в день? Нет. У меня из-за стажа 1500 рупий. То есть отличаются типы работ. Кто-то зарабатывает 5 баксов в день, кто-то 10. Зависит от того, какую работу делают, и какая квалификация, и какой опыт. Я читал, что существуют автобусы и грузовики, на которые потратили по 25 тысяч долларов. Да, есть и такие богачи. Редко, но встречаются. Есть даже те, кто делают ключ из чистого золота и руль из чистого серебра. Друзья, ключ из чистого золота. Любой каприз за ваши деньги. То есть чего здесь только не байт. Можно я немножко привожу руку? Кусочек приклею. Раз. Оп. Да-да, молодец. Все очень просто. Обычные наклейки. А я так понимаю, на стене вот у вас здесь образцы, да? Какие рисунки могут быть? Вот видите, друзья, приходите и как в магазине, выбираете на стене, какая наклейка, какой узор больше по душе. Индивидуальный заказ возможный. Это вообще без проблем. Мы делаем все, что пожелает клиент. Некоторые просят нарисовать сына. Некоторые свой портрет. А дальнобойщики рисуют портрет одного нашего известного певца. Потому что слушают в дороге его музыку. Тут уже дело фантазии и бюджета заказчика. Учитывая, что впереди меня ждет очень большое и долгое путешествие по всему Пакистану, мне захотелось совершить его по всем местным обычаям. Поэтому мой транспорт должен быть и красивый, и звонкий. На автобус денег, конечно, не хватит. А вот два колеса с мотором я смогу себе позволить. А у вас можно дешево купить мотоцикл в стареньке какой-то? Да, найдешь. Приходи ко мне, я его украшу. Итак, друзья, ищем бэушный байк и делаем супер-байк для продолжения экспедиции мира наизнанку по пакистанским дорогам уже совершенно другим способом. Все, я пошел. До скорой встречи. Спасибо. Шукрия. На следующий день я был уже на местном аналоге авторынков. Это небольшие автомастерские, где можно не только отремонтировать машину или байк, но и купить. Да, смотрите, как в бандитские 90-е. Ас-салам алейкум. У вас здесь мастерская? Да. Как вас зовут? Ашеф. По объявлению мы просчитали с гидом мотоцикл продается. Продается? Да. Это вот это? Да, вот это 2013 года на 125 кубов. То есть это, конечно, друзья, вам не Чоппер, не Харлей, но, насколько я знаю, да, это номер один в Пакистане, вот такие в основном. Да, они зато надежные. Сколько стоят? 90 тысяч рублей. Я возьму конвертер. 561 доллар. Немалые деньги очень. Для Пакистана огромные, но мне там мотоцикл этот не нужен, я его с собой не увезу. Как ты думаешь, продать можно потом? Да, можно будет. Если будем украсить, то реально, очень реально. Поторговаться хорошо можно? Да, можно. Хорошо, что он не понимает, о чем мы сейчас говорим. Торгуемся, мы же на базаре. Давайте 50 тысяч. Не 90, а 50. Но это совсем мало. Ты что? Давай 80. Не нашим, не вашим. 65. Тоже мало. За такой мотоцикл 70 тысяч больше не скину. 436 долларов, друзья. Прежде чем купить, нужно проверить, можно проехаться. Да, конечно. Я правила не нарушаю. Дайте, пожалуйста, шлем. Спасибо. Здесь, правда, в Пакистане многие ездят без шлема. Господи, какой он маленький. А побольше нету шлема? Нету. Он у нас вообще один на всех. Мы ездим без шлема. Зачем он нужен? Только мешаем. Так. Я не могу в нем. Мужчина, извините, а можно у вас шлем попросить на 2 минуты? Поехали. Что-то не налазит на меня. О, это же другое дело. Сонек, давай вместе проедемся, чтобы посмотреть, как оно на двоих тянет. Садись. Лезь. Мужик, мужик, осторожно. Ой-ой-ой. Тормозов нет нормальных. Первая новость, друзья. Ручной тормоз не работает вообще практически. Разворачиваемся. Пацаны! Простите, тормоза плохие. А тормозами в Пакистане просто никто не пользуется. Сделать надо. Пакистанские дороги – это отдельный вид экстрима. Но будем надеяться, что, имея опыт вождения по всему миру, я быстро освою местные особенности правил дорожного движения. Сейчас, Саня, берем. Да. Заглох. 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 Вот, да что ж такое? Как-то дотянем. Ну, что вам сказать? Двигатель ничего, но тормоза слабенькие. То есть надо тормоза делать. Без проблем. Сейчас сделаем. И еще. Не смейтесь только, пожалуйста. Я знаю, что в Пакистане с зеркалами никто не пользуется. Вот, без зеркал, без зеркал. Нет ни одного мотоцикла с зеркалами. Скажите, а почему? Почему никто не использует с зеркалами, а? Нам и без них нормально ездить. Привыкли уже. Но мы не привыкли без зеркал. Я не могу без зеркал. Зеркала нужны. Если они вам так сильно нужны, то поставим. Пусть железа пока горячо. В Пакистане это понимают. Поэтому, когда появился клиент, сразу предлагают решение. Очень быстро начинают чинить. В три пары рук за несколько минут мой мотоцикл привели в исправный вид. Кстати, есть в Пакистане еще одна особенность. Иностранец официально не может купить транспорт и оформить его на себя. Так что свой мотоцикл мне придется оформлять на гида. Теперь это свой мотоцикл по закону. По закону, я хозяин. Ну, ничего, это будет ваш. Хорошо. Вот, друзья, регистрационный сертификат УМАР. Проверяй, пожалуйста, потому что я тут ничего не пойму. С документами все в порядке. А почему у вас Чагевара на номере? Не знаю. Он уже таким мне достался. А, понятно. Вы не первый хозяин. Шеф, рассчитываемся. Пойдем в магазин. Для Пакистана 436 долларов – это огромная сумма. Поэтому расчет происходит за закрытыми дверьми. А сейчас, друзья, вы увидите еще одну пакистанскую фишку. Такого не увидишь больше ни в одной стране мира. Для того, чтобы открыть пачку банковских банкнот, нужен нож. Ну, посмотрите, как они запакованы. То есть не просто бумажкой, а степлером дважды насквозь. И открыть не так-то просто. У вас так деньги всегда запаковывают? Да, крупные суммы все. Такая прочная банковская упаковка купюр придумана для того, чтобы люди не подменивали купюры при получении. И пересчитывали все по месту. Когда банкноты еще подшиты в пачку. Вот такой лайфхак от местных банков и пунктов обмена валюты. Вот видите, какие скопы огромные. Поэтому все банкноты в Пакистане дырявые. Не удивляйтесь. Сделка века, друзья. Покупаю мотоцикл в Пакистане. Все верно? Да. И раз ты такой правильный водитель, подарим тебе шлем. Мы им все равно не пользуемся. Шлем в подарок. Супер. Вообще. Спасибо вам огромное. Удачи. Ну что, друзья. Наша нескучная экспедиция становится еще веселее и азартнее. Ну, байк, не подведи. Пока. Не теряя времени, я отправляюсь в крупнейшую мастерскую по автотюнингу, чтобы превратить мой мотоцикл в настоящий арт-объект, сделав таким же колоритным, как известные и на весь мир пакистанские грузовики и автобусы. Должен сказать, что дороги Пакистана – это тоже отдельный мир. В потоке движения ты как будто становишься частичкой этого огромного города. Иначе чувствуешь его ритм, настроение. И уже с другого ракурса наблюдаешь за тем, как мимо тебя пролетают улицы, дома, лица. Это еще один способ увидеть и почувствовать настоящий Пакистан. Но всю мою дорожную романтику рушит одно но. Не очень, я вам скажу, приятно, конечно, ехать, когда на тебя вот так вот смотрят ствол автомата Калашникова. Но это реалии пакистанские. Как видите, я еду за нашим джипом охраны. Опять же, это условия. Так должны работать журналисты, которые официально работают в стране. К тому же сегодня ночью в Карачи было очень неспокойно. Предотвратили дыракт и задержали тук-тук, начиненный взрывчаткой. Поэтому сегодня было предупреждение о особой мере безопасности. Сегодня очень много скорных, полицейских машин. Но я вам скажу, в этом трафике это удобно. Особенно, когда проходишь светофоры, люди, когда видят автоматчика, то гораздо лучше пропускают. На удивление, купленный за 436 долларов старый мотоцикл меня не подвел. Ни разу не заглох, и даже тормоза работали. Всего 40 минут, и я на окраине Карачи. В одной из самых лучших. Легендарный тюнинг-мастерской, где оставлю своего нового коня на прокачку. Ас-саляму алейкум, сэр. Посмотрим мотоцикл. Как, сможете сделать красавца из него такого, чтобы... Такого красавца сделаю, что не узнаешь его. Не захочешь с ним расставаться. У меня мотоцикл будет такой же красивый, как автобус, только маленький. Нет, не такой красивый. Он будет еще лучше. Проедет ли весь Пакистан? Не поломается? Выдержит ваш декор? Конечно. Никаких проблем не будет. Вы Пикассо или Рембрандт? Как вас лучше назвать? Я даже не знаю. Меня так красиво еще никто не называл. Давайте назовем вас просто Леонардо да Винчи пакистанский. Давайте, мне нравится. Я жду с нетерпением, что получится. Доверяю вам полностью. Через три недели меня приглашают оценить результат. Совсем скоро мы увидим новый транспорт, на котором я и хочу провести большую экспедицию по Пакистану. Ну что, друзья, мы с вами снова на окраине Карачи и подъезжаем к мастерской. Наша работа уже должна быть сегодня готова. Теперь самое интересное и азартное для меня. Три недели делают мой мотоцикл. Что же получилось? И у меня уже просто сперло дыхание. Вау, 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 вау. Ас-салям алейкум. Здравствуйте. Это мой мотоцикл? Да, ваш. Вы его узнаете? Я просто не узнаю. Вообще фантастика. Игбал, сколько вам осталось? Сегодня забирать можно будет? Да, мне осталось пару мелочей доделать. И этот железный конь ваш. Можно я присоединюсь к вам, помогу тоже, привожу руку к своему мотоциклу? Давай, давай, быстрее справимся. Заходи сюда. Я просто, вы знаете, в шоке и в восторге одновременно. Вот зеркала, на зеркалах сердечки, ленточки висят. Как это будет красиво на ветру. Ой, что это за девушка и ее глаза? Ну, традиция. Женские глаза вашей любимой женщины. Чтобы ее все встретили. Ну, если что, у меня жена. А так, значит, это глаза вашей красивой жены. Теперь она с вами будет в дороге и будет вам напоминать, что вы женат. Давай я тебе покажу, что мы еще сделали. Вот установили багажник. До этого его не было. То есть я смогу перевозить багаж какой-то? Конечно же, у тебя теперь есть цепи, которые будут громко звенеть. Это самое главное. Траккард называется этот вид искусства. Тут тоже колокольчики, как и на грузовиках. Супер просто. Логотип программы «Мир наизнанку». Я думаю, зачем вы просили его присылать? Теперь понятно. Да, он мне очень понравился. И я решил его добавить. Он хорошо вписался в наш стиль. А знаете, что он символизирует? Нет. Это древний архетипический символ Земли. Вот это да. Мир, мир, это мир. Хочется рассмотреть, знаете, каждую деталь. Я смотрю на эту птичку и вижу, что глазик, ресничка, клювик. То есть это ваш мастер ножичком вырезал вот эти микро-микро-микро-полосочки, точечки и клеил вручную? А как по-другому? Все сделано руками. Никаких машин и технику мы не используем. Вот в этом, друзья, особенная ценность, уникальность, неповторимость и эксклюзивность пакистанской традиции украшать транспорт. Потому что здесь, в нашу эпоху автоматизации, все продолжают делать вручную. Фантастика. Я в восторге. Я когда покупал этот мотоцикл, я думал, что же делать? Как потом вернуть деньги? Может быть, продать его? Я посмотрел на него, и теперь я буду думать, как его доставить в Украину. Забирая его с собой. В Украине это будет настоящий эксклюзив. Один-единственный. И на самом деле он получился очень красивый. У меня уже хотели его купить. Он единственный такой во всем мире. Шеф, давайте задание. Что делать? Вешай колокольчики. Вот, друзья, прикоснусь к созданию своего мотоцикла. Есть отверстия в металле. Все очень просто. И вешаются колокольчики. Вот, честно говоря, вначале не мог понять, почему вы говорили неделя, две, три. Теперь понимаю, почему так долго. В этом тюнинге нет никакого секрета и сверхтехнологий. Главное – терпение, выдержка и усидчивость. Работа на самом деле очень скурпулезная. Друзья, вот такой занавес с колокольчиками и бисером. Крепится клеем. О, у меня такие штуки тоже будут? Класс. И в автобусах такого много, и в мотоцикле тоже такое должно быть. Вот, привязываем. Друзья, три недели назад я купил этот мотоцикл за 400 с лишним долларов. Интересно, а вот если сейчас предположить, сколько он может стоить? 250-300 тысяч рупий. Представляете, сразу вырос в цене в несколько раз. Мотоцикл стоил 400, продается за 1,5-2. Вот смысл работы таких мастерских. Большой бизнес, но и самая главная часть культуры. Культура и красота здесь превыше всего. Даже отношение к номерным знакам у пакистанцев особенное. С оригинальным номером ездить тут не принято, это не модно. Вот есть оригинал. Сейчас будет сделан его декорированный дубликат в стиле транспортного средства. А как у вас по законам? Не обязательно оригинальный номер? Можно нарисовать самому, какую угодно? Вообще по закону нужны оригинальные номера. Но Пакистан хорошая страна, поэтому тут можно ездить и с красивыми номерами. В общем, друзья, можно получить оригинальный, но не нужно. Все ездят с самодельными номерами, которые рисуют художники. Две минуты, и на наших глазах номерной знак тоже превратился в маленькую картину. Вот вы посмотрите, какие эстеты. Нет бы просто написать. Нет. Три полосочки обязательно. Окантовочка. Крепим. Более того, не только номерные знаки должны подходить по стилю, но и владелец должен соответствовать. Давай свой телефон. Мы его тоже быстро затюнингуем. Будет в стиле. Телефоны здесь тоже принято так же оформлять. Отдаю чехол от телефона. Это тебе от нас подарок. Шокрия. Ну, друзья, когда мы видим, что байк протирают, это значит, приходит самый ответственный и самый ожидаемый мною момент. Можно будет заводить. Давайте проверим, заводится ли. О, нажимаешь тормоз и неоновая подсветка снизу. Вау. Шеф, это круто, но самый главный вопрос, сколько с меня? Для вас я сделаю скидку и возьму 70 тысяч рупий. То есть тюнинг стоит, как и мотоцикл. Работа очень понравилась, поэтому я согласен. Но обещаю, продавать я его не буду. Я сделаю все возможное, чтобы его доставить домой в Украину. Да, в Украине на таком мотоцикле ты будешь еще популярнее. Держите. Спасибо большое. Там про рам, торжественный момент, выкатываем. Опа. Есть. Держи свой подарок. О, вот так вот 7 минут и чехол для телефона готов. Теперь я буду вот так вот разговаривать по телефону. Нет, я не буду за рулем байка разговаривать по телефону. Я буду останавливаться, парковаться и вот так вот разговаривать. Говоря о безопасности, шлем. Я вам давал шлем, где он? Минуту. Вау! Вот это ничего себе! Посмотрите на этот шлем! Фантастика! Круто! Посмотрите, друзья! Это произведение искусства. Какая тонкая работа. А это что? А это тебе запасной декор. Вдруг что-то оторвется или потеряется. Но ты повесишь новое. С ума сойти! Запчасти прилагаются к работе. Смотрите, есть запасные занавесочки. Я знаю, как клеить. О, подвесы запасные даже есть. То есть все, что я потеряю, я могу сам заменить. Супер! А это что? Запасная светящаяся пленка. Вдруг какой-то рисунок повредится, ты всегда сможешь сам его подклеить. Спасибо большое. Так, передаю гиду. Положим машину эту. И вот мне передают мои коллеги мои аксессуары для езды на мотоцикле. На меня смотрят с недоумением. Но, друзья, я за безопасность. И всех мотоциклистов призываю заботиться о своей безопасности. Есть курточка специальная для езды на мотоцикле. И чтобы не позорить Пакистан и ездить красивым, я даже почищу обувь. Игбал, спасибо большое. Хочу вас обнять. Вы невероятный. Спасибо. Всем спасибо. Заправляемся, друзья. Заправляемся. Ассалам алейкум. Бензин хороший тут на этой заправке? Да, хороший. А это ты мотоцикл затюнинговал так? Да, специально сделал. Нравится? Красиво? Вот. Все собрались сразу посмотреть на мой мотоцикл. Ребята, нравится? Он очень красивый. Ну что, поехали дальше на встречу приключениям. Теперь, пожалуй, на самом колоритном мотоцикле в стране мы с вами отправляемся дальше изучать самые малоизученные, закрытые, тайные, мистические, опасные, но при этом фантастически красивые и интересные места в невероятной стране Пакистан. Приготовьтесь удивляться. Смотрите в следующей программе. Мы уже видим бесконечные барханы. Климат здесь такой очень суровый. Мы отправляемся в самую необычную пустыню планеты. Здесь живет приблизительно 12 миллионов человек. У которых очень необычный стиль жизни. Самогонка! Шокирующие кулинарные вкусы. Будем наблюдать, как готовится традиционное блюдо в этих местах. Дикие взгляды на семью. Жених. Вот у него свадьба. Он сидит растерянный. Я теперь понимаю, почему. Он невесту еще не видел ни разу. И жуткие свадебные обычаи. Выводят невесту. Здесь все по-другому. Это пустыня. И здесь особые ритуалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова